Приветствую вас на канале МАФ Инструкции. В этом видео я покажу, что делать, если транзакция в биткоин сети застряла и долго не подтверждается. Я покажу три разных способа, от простого к сложному. Один из них вам точно подойдет. Третий способ – запасной, если предыдущие два у вас не сработают. Итак, примерно час назад я отправил биткоины и они до сих пор не пришли. Я копирую ID моей транзакции и вставляю ее в обозреватель Блокчерком. Все ссылки будут в описании к видео. Я вижу статус «Нет подтверждений» и место в очереди – 15 тысяч из 50 тысяч транзакций. Учитывая, что новые блоки добавляются непрерывно, такая транзакция может застрять в сети на несколько дней. Идея у всех способов одна – чтобы повысить место в очереди, нужно повысить комиссию. Первый способ, который я опишу, самый простой, но он сработает только на тех кошельках, в которых есть функция Replace by Fee. Это Electrum, Bitcoin Core, Samurai Wallet, Green Address, Blue Wallet и Armory. Если у вас другой кошелек, переходите к следующему способу по тайм-коду. Я буду показывать на примере кошелька Electrum. Суть способа заключается в следующем – мы заменим нашу транзакцию с низкой комиссией на ту же, но с высокой комиссией. Обратите внимание, эта функция может быть отключена в настройках. Если это не проверить и отправить транзакцию, то повысить комиссию уже не удастся. На будущее ее можно включить так – инструменты, настройки, транзакции. И в пункте «Использовать возможность замены комиссии» должна стоять галочка. На других кошельках функция включается примерно так же, но может отличаться перевод. Итак, в разделе с историями я нахожу свою неподтвержденную транзакцию и кликаю по ней правой кнопкой мыши. И выбираю пункт «Увеличить комиссию». Это русский перевод функции «Replice by fee». Здесь видна текущая комиссия. И меня просят выбрать новую комиссию. С помощью ползунка можно выбрать, через сколько блоков транзакция будет добавлена в блокчейн. Новый блок появляется каждые 10 минут. Соответственно, если выбрать в течение 10 блоков, то такая транзакция добавится в течение 100 минут. Разумеется, это лишь приблизительная оценка. В реальности все будет зависеть от загруженности сети. Я воспользуюсь более продвинутым инструментом, чтобы понять, какую комиссию мне лучше выбрать. Для этого захожу на сайт BitcoinFees. Здесь дана подробная статистика комиссии в блокчейне биткоина. В первом столбце перечислены все возможные размеры комиссий. Во втором столбце оранжевая полоска показывает количество неподтвержденных транзакций с данной комиссией. А серая полоска – всего количества транзакций за последние 24 часа. В третьем столбце приблизительная оценка того, в какой из следующих блоков транзакция с такой комиссией добавится. И, соответственно, в четвертом столбце оценка того, через сколько времени транзакция с данной комиссией подтвердится. В минутах. Чем выше комиссия, тем меньше время ожидания. Например, если мы можем подождать 360 минут, то есть 6 часов, то можем выбрать комиссию 3536 сатоши за байт. Если же нас устроит, чтобы транзакция добавилась в течение, например, часа, то выберем комиссию 8788 сатоши за байт. Я проматываю еще ниже и вижу, что, чтобы транзакция подтвердилась в течение 30 минут, необходимо заплатить от 101 сатоши за байт и выше. Мне нужно как можно быстрее, поэтому именно такую комиссию я и выберу. Снова открываю кошелек. Ввожу вручную 101 сатоши и нажимаю ОК. Автоматически создалась новая транзакция с более высокой комиссией, которая заменит старую транзакцию с низкой комиссией. Нажмем кнопку подписать. Здесь необходимо ввести пароль от нашего кошелька. Мы ввели пароль, подписали. Теперь, после того, как транзакция подписана, ее можно отправить в блокчейн. Жмем разослать. Вышло оповещение, что наш платеж отправлен. Транзакцию можно закрывать. И давайте теперь снова скопируем ID нашей транзакции, чтобы посмотреть ее статус в обозревателе. Теперь мы видим, что приоритет у нашей транзакции вырос. Она уже находится на 2000 месте. И в течение 30 минут такая транзакция должна будет подтвердиться. Такое время нам подсказал сайт BitcoinFizz с учетом загруженности сети. Обычно проходит не более 10 минут, но могут появляться новые транзакции с более высокой комиссией. Итак, прошло 20 минут. И я вижу, что иконка рядом с транзакцией изменилась. Написано, что транзакция получила 2 подтверждения. То есть уже успело сформироваться 2 блока. Когда транзакция получит 6 подтверждений, это будет означать, что теперь ее невозможно будет удалить из блокчейна. Теперь я покажу, что делать, если функция ReplaceByPhi не поддерживается кошельком или была отключена в настройках. Следующий способ подойдет для любого кошелька. Суть способа. Мы создадим еще одну транзакцию, которая поможет нам ускорить старую. Покажу на примере Electrum при выключенной функции ReplaceByPhi. Итак, у меня вновь не подтверждается транзакция. Щелкаю правой кнопкой мыши и посмотреть в обозревателе блоков. Вижу место в очереди. 28 тысяч из 50 тысяч транзакций. Статус не подтвержден. И функция ReplaceByPhi недоступна для данной транзакции. Ниже мы видим адреса, участвующие в данной транзакции. Биткоин транзакция устроена таким образом, что отправляет больше средств, чем надо. Слева это адрес, с которого мы отправили биткоины. Справа первый адрес, это куда наши биткоины поступают, то есть адрес получателя. А слева это наш адрес из нашего кошелька, он принадлежит нам. И на него поступает сдача с данной транзакции. Обратим внимание, что в любом биткоин кошельке всегда бывает несколько адресов. В Electrum они даже отмечены типами. Принимающий, на который мы принимаем наши биткоины. И адреса сдачи, на который начисляется сдача. Способ заключается в том, что необходимо отправить вторую транзакцию с двойной комиссии. Либо с адреса получателя, либо с адреса сдачи. Майнеры захотят включить такую дорогую транзакцию. И тогда им придется включать и предыдущую тоже. В Electrum даже есть специальная функция для такой операции. Нажимаем правой кнопкой мыши по транзакции и выбираем потомок платит за родителя. Так транзакция с нужными параметрами создастся автоматически. Но для наглядности я покажу, как создать такую транзакцию вручную, чтобы вы могли повторить это на любом другом кошельке. Итак, я открываю список наших адресов и ищу нужный нам адрес. Так как нам нужно ускорить транзакцию, которую мы отправляем, то нам нужен адрес сдачи. Если бы транзакцию отправляли нам, мы бы точно так же могли ее ускорить, выбрав принимающий адрес. Но в данном случае я выбираю адрес сдачи, потому что к принимающему адресу у меня доступа нет. Я снова открываю блокчерком и смотрю, какой адрес у меня здесь написан для сдачи. Он оканчивается на C8SY. Ищу его в списке своих адресов. Вот он. Нажимаю на него правой кнопкой мыши и выбираю потратить. Сразу внизу появилось сообщение. Оно означает, что выбран один из двух моих адресов, на которых есть средства. Если его не выбрать, то отправление может произойти с другого адреса. Например, вот с этого. В таком случае это будет обычная транзакция, которая никак нам не поможет ускорить предыдущую. Теперь я скопирую один из своих адресов, на который я отправлю средства. Например, вот этот. Копировать адрес. Теперь жму отправить. Вставляю сюда адрес получателя, который только что скопировал. Ввожу сумму. Ну, например, любую минимальную. И нажимаю оплатить. Теперь мне надо выбрать такую комиссию, которой хватит и на эту транзакцию, и на родительскую тоже. Тогда эти две транзакции попадут в один блок и одновременно подтвердятся. Для этого снова воспользуемся сервисом BitcoinFees. На этом сайте даются предсказания того, какое время займет транзакция с той или иной комиссией. Размер комиссии указывается в первом столбике, а в последнем столбике время, которое займет эта транзакция. Нам нужно как можно быстрее, поэтому мы проватываем в самый низ таблицы. И здесь видно, что для того, чтобы транзакция произошла в течение 30 минут, нам необходимо выставить комиссию 100-120 за байт или больше. Так как комиссии нам должно хватить на две транзакции сразу, мы введем комиссию в два раза больше. Нажимаем дополнительно, чтобы можно было установить комиссию вручную. Вводим значение TargetFee нашей 202 Satoshi за байт. Нажимаю Finalize. Теперь транзакцию необходимо подписать. Вводим пароль от кошелька. Наша транзакция подписана. Теперь ее осталось разослать в сеть. Итак, наш платеж отправлен. Можем закрыть. Смотрим историю. Теперь мы видим, что создалась новая транзакция. На ней написано Unconformed Parent, то есть неподтвержденный родитель. Давайте посмотрим информацию о ней в обозревателя. Мы видим, что приоритет у нее 40 из 50 тысяч. Теперь это означает, что в течение 30 минут она должна будет подтвердиться. А вместе с ней и предыдущая родительская транзакция тоже. Итак, прошла всего 1 минута буквально. И я вижу, что статус двух моих транзакций изменился. Иконки рядом теперь другие. Написано, что получено одно подтверждение. Высокая комиссия на вторую транзакцию позволила ускорить транзакцию из меньшей комиссии. Средствами уже можно распоряжаться. А когда транзакции получат 6 подтверждений, их удалить из блокчейна уже будет невозможно. Бывает так, что кошелек вроде и поддерживает описанные способы, но не получается создать дочернюю транзакцию или воспользоваться функцией Replace by Fee. Например, нет нужного адреса, не работает сама функция или не получается отправить неподтвержденные средства. Хотя все делаете правильно. Самое простое решение в таком случае экспортировать ваш кошелек в Electrum. Тогда у вас точно все получится. Итак, как экспортировать ваш кошелек? Вам понадобится сид-фраза вашего кошелька. Это 12 слов, в которых зашифрованы все приватные ключи от ваших адресов. Они могут быть у вас где-то записаны или вы можете найти ее в настройках вашего кошелька. Открываем Electrum. И нажимаем создать новый кошелек. Нажимаем далее. Выбираем стандартный кошелек. Далее. И здесь необходимо выбрать, у меня уже есть сид-фраза. И вводите в данное поле вашу сид-фразу. Таким образом вы получите доступ к вашим средствам с другого кошелька, но уже в интерфейсе Electrum. Все описанные ранее возможности уже будут работать. Поэтому переходите к началу видео. Итак, на примере кошелька Electrum мы показали все способы, с помощью которых вы сможете ускорить транзакцию биткоина. Если инструкция оказалась полезной, ставьте лайк. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях.